привет 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 всем этим видео я хотел бы начать небольшую рубрику по сборке компьютера в общем знаете что я работаю я системный администратор многие знают как бы ну и вот 2014 году ребята до скачка доллара это был сентябрь месяц я приобретаю новый компьютер мне тогда он обходится ну то есть солидно как обычно примерно в полторы тысячи долларов то есть это 35 по моему тысяч но я менял его не весь соответственно я докупал памяти докупал процессор взял тогда получается первые ссд диски на 120 очень остался довольно вообще как бы апгрейд произошел ну получилось очень много выложил тогда запрос процесс получается кора 7 ребята 3770 к ну то есть это офигительный процессор с возможностью разгона сейчас у него частота 35 у меня многие кстати и такую до сих пор не имеют индекс 7 и 3 по самому windows ну это из-за видеокарта если видеокарта помощнее бы было можно было бы взять но это не критично конечно 16 гигов оперативы на частоте 1600 тоже нехило так скажем но перестал ребята вытягивать рендеринг допустим объемных видео видео которые работают формате 360 ну то есть там одна минута рендерится почти где-то минут 30 или 25 даже больше наверно а то представьте всего одна минута видос в 10 минут занимает там сутки ну и соответственно мощности очень сильно не хватает на одном процессоре даже с видеокарты видеокарта как вы видите здесь у меня 650 geforce 4 гиговая неплохо так скажем но срабатывает еще еще меня держит на разрешении видите 1920 мониторчик у меня 23 дюймовый вот но тут 2 мониторы но тут это чисто затычка это у меня для так для стримов еще для чего-то в общем я так иногда включаю в основном нет он не работает у меня ну и прошло уже очень много времени и решился я на апгрейд потому что ну то есть потому что все уже уже мы дошли видео несколько будет по формату по формату сборки это первая часть этого видео просто ознакомление и что я увидел в 2019 году появились видео появились видео в интернете сборки ребята компьютерах на xeon ах но к сожалению такие материнские платы вы не купите в магазинах они не продаются в крайнем случае участников те кто возможно начали рисковать там или еще что-то либо те кто уже прям собрали компьютер и готовые компьютеры продают на формате xeon а соответственно я посмотрел прикинул цены прикинул цены новые на процессор и понял что по мощности компьютеры которые собираются на xeon их не уступают соответственно новым процессором даже qa9 но единственное что приходится ждать и соответственно здесь же риск небольшой потому что вы заказываете компьютеры из китая то есть это такая скажем код в мешке я так называю в общем не все запчасти еще у меня подошли то сейчас покажу все соответственно и дальше будет еще сборки познакомлю с моим систем ником уникальным кстати да тоже куплены в четырнадцатом году все дальше будет видео ну и вот мы плавно перемещаемся в мой магазин в общем я все заказывал с китаем все заказывал я в долларах проблема в том что доллар стоил 65 ну то есть и на рубли когда переводился то есть получалось очень дорого то есть и поэтому легче было расплатиться долларами которые у меня были на paypal а там в общем я копил я долго копил я долго копил и получилось а классно ну вот заказа в основном происходили у нас ноябре там была черная пятница соответственно ну и вот я постарался все прямо в одно время взять чтобы там и купончики сработали и сработали там заказе в общем все там пытался купить так сейчас перейдем сразу посмотрим и вот первая часть это у нас ребят я заказал жесткий диск себе 240 гигабайт ну то есть больше не надо для системы его хватает вот с лихвой получается тлс и технология 3d на на неплохая так скажем технология ск ну его все равно придется менять у него количество перезаписей ограничено но есть новые технологии формата млс но они дорогие и поэтому ну я их просто ну не могу взять себе и позволить себе тоже не могу потому что жесткий диск в цену и там 6000 ну это пока перебор ребят жду пока технология выйдет на общий рынок и удешевиться тогда можно покупать поэтому я и заказываю вещи из китая чтобы взять короче и подешевле и и и по технологии чуть чуть повыше следующее у нас из чего я собираю ребята это основа всего компа это xeon чеки intel xeon ребята 2690 на частоте 2 и 9 буду разгонять их до 3 и 1 соответственно сейчас у меня 8 ядер на 35 будет у меня 16 ядер с двух процессорного соответственно на 3 и 1 ну то есть прирост будет ощутимы прям где-то 45 наверное процентов может 50 даже процентов потому что просто равно мы древний 2014 года а это новая технология но соответственно два ребят таких процессора это цена одного процессора я выведу в калькулятор ну то есть соответственно все чтобы было понятно ну то есть сколько это все вообще затраты выходит но я покупала в долларах сейчас он дешевле стать причем он еще будет дешеветь в 2020 году если вы соберег пытаетесь такое собрать то есть будет очень просто ну все ссылки корресию я оставлю внизу в описании то есть чтобы было без проблем если хотите купить то можно такой же как я покупать дальше еще будет видео по сборке там там все просто ничего сложного нет если у вас есть какие-то хотя бы мало-мальские знания то можно это все организовать вообще можно прям целиком сборку купить китайцы и сборку предлагают но она дороже обходится примерно где-то процентов на 10 текущие рыночной стоимости типа что они все сами собирают и вам предоставляют я считаю что как самому не собрать это же это же уникальная вещь прям такой конструктор для мужчин дальше у нас идет память ребята здесь я покупал 4 планки 4 планки соответственно по 8 и у меня в общей сложности будет 32 гигабайта 32 гигабайта за это все 33 500 по ней много рассказывать я не буду частота соответственно памяти я взял они вруя и не такую брал я вот эту вот брал вот такую фруя это вот получается 4000 потому что я брал на максимальное то сейчас у меня 1600 выбивать ну меньше меня эффекту не было поэтому и взял 1866 то есть тоже получается все буду выставлять в биозе ну то есть когда процессор буду разгонять кулера вот два кулера заказал из китая соответственно 4 трубчатые но их надо будет менять год года через три через четыре потому что жидкость них высыхает и ну то есть соответственно их надо минут термопаста ладно тут это отдельный вопрос главное я вот искал есть много кулеров они на 3 соответственно трубков бывают бывает просто литые но я вот такой вот решил прямо вертикальный да он тяжелый скорее всего придется еще чем-то крепить не знаю он бы мне материнскую плату не сломал короче с таким весом то есть я там подумаю короче как его закрепить еще дополнительно но радует меня одно что кулер который на нем стоит это стандартный кулер его просто меняешь как бы ну и все вот он простых защелках тут крепится ну очень простой мне этим понравился у меня подкупил этим как раз что можно ну кулеры менять потому что кулеры у них выходит из строя и надо что-то с ними как бы делать и это самая лучшая вариация что их просто это выбросить и поставить новое ну и то что я зачем долго гонялся в общем ребята это материнская плата материнская плата x79 так вот такая вот в общем разговаривал со многими продавцами просил отдельно где-то скидку где-то еще что-то и в конце концов ну связи с массовым производством так как пошла видимо реклама 2019 году начали массово производить эти материнские платы и они сцены примерно где-то 8000 то есть рублей по нашему они упали вот до 5 но тут видите еще некоторые вот остались а у нас вот здесь вот вот если вот ну посмотреть вот еще материнские платы остались видите цена это вот цена те кто не приспособился еще до сих пор и не сбросил то есть вот такая вот красота все говорили что ну типа зачем покупаешь можно же было бы взять тянуть и по другой формат материнских плат есть просто видите вот черные то есть восьмиканалки это вот у меня память еще четыре канала видели да там два и два слота а здесь вот их намного больше плюс еще разные вариации есть вот типа такого чисто вот такая же вещь но на трех видеокартах она видите три видеокарты с ли режиме плюс один xeon но я рассчитывал на два процессора мне нужно рендерить видео лучший рендеринг видео как раз и есть на процессорах то есть можно конечно все таки видеокарты подцепить но это очень дорого три видеокарты для рендеринга nvidia надо брать причем желательно 1070 и поэтому даже бы ушные с рук все равно будет дорого примут реально дорого будет поэтому собираю на процессорах это более-менее адекватно ну вот как-то примерно так ну а следующее видео будут как раз по формату сборки буду руками работать покажу первый запуск будет большая часть пришла соответственно будем делать покажу свой системник системник который я купил четырнадцатом году до сих пор еще уникальный так что конечно поюзанный но до сих пор еще свою актуальность он имеет но ребят формат нового видео то есть такого решил оставить его на ю тубе может кому-то будет интересно то есть и за раз посмотрим и по производительности как он тянет сейчас производительность вы видели до выдает сама винда 7 и 3 ну то есть посмотрим как будет ладно следите ребят за каналом подписывайтесь это только первое видео из разряда сборки будет еще такие всем счастливо